Приехала ко мне вот такая вот маленькая коробочка, это Tuya Zigbee Gateway, через него я буду подключать различные Zigbee устройства, это Wi-Fi версия, весит эта штука аж 33 грамма, размеры у него 60 на 60 на 15, массе и полничка, на AliExpress эта штука стоит порядка 15 долларов, я его купил за 11, вот тут смотри, и там же на AliExpress написано, что оно работает, там до 80 устройств оно может работать. Пришла вот в такой вот коробке, на коробке чудесная такая надпись, где где где, Zigbee Bluetooth, но потом смотрим только Zigbee, почему дальше расскажу. В упаковке вы найдете какое-то описание, в упаковке вы еще также найдете вот такой вот шнурок, я сбрал специально версию, которая не втыкается в розетку, я не люблю такие версии, поэтому вот эта вот штука в шнурок поткнулись, блок питания ему дали или от чего-то запитали. На сайте TUI написано, что оно не любит подключаться к USB-шке компьютера, почему, потому что может потреблять до 1 ампера, ну честно, в документации я нашел максимум 300 мА потребления, через счетчик потребления я его бросал. За час сожрал аж за 58 минут сожрал 24 мА в час. Шикардос! Реально он жрет до 30 мА в час, но ни одно устройство пока еще не подключено. Может быть, когда подключится парочка устройств, будет чуть-чуть больше жрать. Посмотрим. Но пиковые могут быть больше. В документации пиковые указаны до 300 мА. Зачем 1 амперник, непонятно. Такой вот шлюз, это довольно удобное решение из коробки, которое позволяет соединять в кучу, соединять в сеть кучу устройств, которые работают, собственно, в сообществе TUI, но и работают по ZigBee протоколу. Это абсолютно не говорит о том, что у меня в доме не появится еще, например, шлюза Mi Home или там еще какого-нибудь шлюза. Но больше всего, что у меня в доме скоро появится сервер на Raspberry Pi и через какой-нибудь ZigBee Stick я буду соединять в кучу все устройства, независимо от того, какой производитель. TUI еще хорошо тем, что очень большое количество производителей работают с этим сообществом и производят, собственно, классные устройства. Причем не только Home Appliance, но и индустриальные какие-то устройства. Устройства много, устройства хорошие, можно покупать и не париться. И устройства дешевле, чем в Xiaomi. Здесь нет Bluetooth. Собственно, вот это вот большое отличие от Xiaomi шлюза и минус, что здесь нет Bluetooth. Но Bluetooth я реализую на ESP32, я сделаю BLE сканер под Home Assistant, делается за 15-20 минут. Вот это все, и все чудесно работает, без каких-либо деклагов, без каких-либо проблем. Автоматически добавляется перезагрузка, не перезагрузка, а переконнект на Wi-Fi, если глючит Wi-Fi, а Wi-Fi глючит безбожно. Железо. Используются модули на ESP32 для ZigBee и на RTL8711 для Wi-Fi. Есть коннекторы JTAC-SWD для прошивки ZigBee модуля. P1 – это JTAC-и последовательные для Wi-Fi. Есть лог-модуль, вернее лог-выводы и I2C для Wi-Fi модуля. Модуль ZIP бездела на ESP32. Это 32-битный ARM Cortex, 64 килобайта памяти и 512 флешка. RTL8711 – там 2 мегабайта оперативки и 4 мегабайта флешки. Если залезть в Datasheet на EFR, то мы видим, что версия поддерживает также протоколы Bluetooth Low Energy, ZigBee и Thread. Но работать эти устройства одновременно не могут, потому что антенна одна и, собственно, либо ZigBee, либо Bluetooth Low Energy. Но инженеры Туя решили всю басенку сократить и сделали только ZigBee на этом устройстве. Подключаются элементарно. Если вам нужно приложение Smart Life или Туя, ищем управление шлюзом. Выбираем наш беспроводной шлюз, вводим логин, пароль 2.4 ГГц нашей сети. Буквально там секунд 20 и устройство будет у вас подключено к приложению. Подключить может любой человек. Нет сложности какого-то к подключению, не надо каких-то специальных навыков. И это мне дико нравится. И Туя устройство дешевле, шлюз дешевле, сами устройства дешевле. Но все это прекрасно сочетается, все это прекрасно работает. Есть аналогичное устройство, которое стоит не 15 баксов, а а 24, которое работает по Ethernet. Себе в помещение, себе в квартиру я буду покупать именно Ethernet. Потому что Wi-Fi к 2.4 ГГц у нас работает настолько отвратительно. Просто многоквартирный дом это катастрофа. Если вы живете в доме, частном вам париться особо нет. Я не думаю, что у вас там насобирается много Wi-Fi устройств. И все это будет как-то лагать или еще чего-то. В многоквартирном доме вечером с 5 часов вечера до 10. Например, на стареньком ноутбуке посмотреть нереально было просто вообще что-то. Поэтому я давным-давно купил Zuxel Kinetic Giga, по-моему третий, двухдиапазонный Wi-Fi роутер 2.4-5 ГГц. Настольный компьютер я подключил через Gigabit Ethernet. Работает прекрасно и не лагает при этом. Вообще интернет работает просто великолепно. Не из-за скорости, а из-за надежности соединения. Ноутбук подключил через адаптер 5 ГГц, опять же 5 ГГц сети. И сейчас ноутбук работает исключительно идеально. В доме у меня при проверке оказалось всего лишь 3 5 ГГц сети. И порядка, наверное, штук 20-24 ГГц сети, которые видятся в моей квартире, которые видимы. Это катастрофа. Это ужасно. У меня отваливаются розетки. У меня все отваливается. Поэтому Wi-Fi не очень классный вариант. Если вы живете в частном доме, часто можно вот такие устройства брать и подключать без проблем. Но вы должны учитывать, что максимальный радиус действия вот такого устройства в помещении до 10 до 30 метров. Если есть стена, то уменьшается все это в разы. Например, там может уменьшиться до 7 метров, до 5 метров на ура. При прямой видимости может достигать до 100-150 метров. Структура ZigBee сети у TUI дерево. Это означает, что каждая розетка, вотнутая в электричество, будет работать как роутер и передавать данные на координатор с устройств, которые запитываются от батареек, от маломощных датчиков. Если заходишь в раздел разработчиков TUI, и TUI говоришь, что 32 low-powered device, то есть с низким питанием, либо же 35 strong-powered device, то есть розетки какие-то, которые вотнуты всегда в электричество. И дополнительно еще 15, ну короче, датчиков каких-то. Поэтому они говорят, что максимум 50 устройств, но 35 мощных, 15 слабомощных. Версия которой Ethernet, но Алиэкспресс 200 устройств, до 200 устройств оно может работать. Но на TUI написано, что максимум 128 устройств. Читайте правильную документацию, не верьте китайскому Алиэкспресс, врут нагло и цинично врут. Для Zigbee, которая работает на 2,4 ГГц, скорость работы теоретически максимальная 250 кБ на секунду. Актуальная скорость от 2 до 5 кБ на секунду. Поэтому Zigbee гораздо надежнее, чем Wi-Fi. Zigbee не тот протокол, который нужен для того, чтобы передавать большие объемы информации. Все-таки объемы для того, чтобы включить выключатель или передать там какая температура, не нужно большие. Если вам нужно каким-то образом расширить сеть и зацепить устройства, которые где-то далеко в доме, ставьте репиттером. У этого устройства нет веб-интерфейса, я уже пытался заходить, не работает. Он не видит Mi Home, он не видит чего-то каких-то там других устройств. Он видит иногда Sonoff устройство, Everlink устройство. Но тоже опять же есть некоторые нюансы. Каждый производитель себя защищает. Например, Xiaomi шлюз вообще очень закрыт. Совсем недавно появилась информация, что да, поломали Xiaomi, шьют. Это пока кастомными прошивками не шьют. Но я надеюсь, что его скоро будут шить кастомными прошивками. И будет видеть не только Tui, но можно будет зацеплять и Xiaomi. Каждый производитель себя защищает. Xiaomi, например, неинтересно, чтобы вы покупали дешевые Tui устройства. Туэ неинтересно, чтобы вы покупали Xiaomi. Ну, короче, каждый хочет продать. Все. Поэтому Tui-вские шлюзы работают в основном с Tui, с Everlink. Ну и с Anoff'ом иногда тоже работают. Как давно вы не видели ковров. У нас вот релешка Zigbee. К ней подключен светодиодная лампочка. Это Wi-Fiная розетка. Вот сейчас посмотрим, как работает Wi-Fiная розетка из семейства Tui. И, собственно, Zigbeeшная розетка. Для Wi-Fiной розетки не нужно никакого шлюза. Она работает через роутер, через облако Tui. Для Zigbee нужен шлюз. И, собственно, на Zigbee мы можем выполнять какие-то локальные сценарии. На Wi-Fiной розетке о локальных сценариях можно забыть. Открываем Smart Life. Выбираем наш Zigbee Smart Gateway. И добавить Sub-Device. Ну и, собственно, нажимаем на кнопку. И держим кнопочку 5 секунд. Все. Начался поиск. Ну, моментально добавляет практически. Завершить. Все. Устройство добавилось. Давайте поуправляем чем-нибудь. Собственно, давайте нажмем на кнопку релешки. Светится? Светится. И сейчас нажмем на кнопку Wi-Fi. Тоже быстро работает. Но бывает, к сожалению, с Wi-Fi, что ты на кнопку нажимаешь. Оно очень-очень-очень долго отзывается. Переименуем нашу релешку. Назовем ее как-нибудь там реле. И имя. Реле. Голосовое управление возможно с помощью Google Assistant в нашей стране. Ваши неизвестно уточняю эти моменты. Но, собственно, с Google Assistant все прекрасно работает. Google Home подтягивает довольно быстро все устройства. Но пока еще не подтянул. Нужно подождать некоторое время. Собственно, вот Google Home подтянул и ТРВшки уже подтянул. И реле. Включаем. Выключаем. Окей, Google. Включи реле. Окей, реле. Включаю. Окей, Google. Выключи реле. Хорошо. Реле. Выключаю. Окей, Google. Включи свет. Падла. Окей, Google. Включи свет. Окей, Google. Отлично. Прекрасно. Окей, Google. Выключи свет. Понижаю значение функции яркость. Отлично. Окей, Google. Выключи свет. Хорошо. Свет. Выключаю. Окей, Google. Включи свет. Хорошо. Свет. Включаю. Добавить ZigBee шлюз Туя в Home Assistant не составляет сложности. Заходим в настройки. Добавить интеграцию. Выбираем Туя. Вводим логин, пароль, с которым вы зарегистрировались на сайте Туя. Код страны 38 пусть будет. Ну и приложение Smart Life. Подтвердить. Через минут пять все это дело подтягивается чудесно. Все устройства наши подтягиваются. И вы уже дальше можете работать через Home Assistant. Если у вас есть Home Assistant. Самое интересное началось, когда появились в доме ТРВшки. Программа Smart Life не захотела с ними абсолютно никак нормально работать. Настройки не сохранялись. Ничего сделать нельзя было. То есть, ты выставляешь какую-то настройку, калибровку. Выходишь со Smart Life. Все. Возвращаешься обратно. Нет. Все вернулось назад. Как только поставилась Туя Smart, сразу все нормально заработало. Но при этом и Туя Smart и Smart Life нормально в Home Assistant не захотели залететь. Да, ТРВшки залетели. Да, они показывают, что-то там показывают. Но показывают не 25 градусов, а показывают 2,5 градуса. Я пытался поменять, пока не получается. С релешками вопросов не возникает. Ну, собственно, я буду переходить все равно на ZigBee2 MQTT. Потому что там порядка 1400 устройств можно подключать через ZigBee2 MQTT к Home Assistant. У меня будет стоять обязательно сервер, выделенный под это все дело на Raspberry Pi. Но это в ближайшем будущем. Ну и все. На сегодня пока все.